В Центральном парке села Казакли состоялась неформальная встреча представителей местных инициативных групп, созданных в результате работы программы «Лидер». Это подход, разработанный в странах Европейского Союза и направленный на развитие местных сообществ. Населенные пункты Гагаузии, Тараклийского и соседних районов объединяются и разрабатывают проекты. В этом МИГе мы работаем уже больше года. За этот период мы смогли очень сдружиться между селами. Мы смогли реализовать очень много идей, которые, думаем, и в дальнейшем будут реализованы. В рамках этого проекта САРТ было подано у нас 16 проектных заявок. Отборочный комитет одобрил 9. Отборочный комитет исходил из приоритетов, которые были прописаны у нас в стратегическом плане на ближайшие два года. Приоритеты – это поддержка малого бизнеса в селе, а также второй приоритет – улучшение условий жизни населения с акцентом именно на молодежь и детей. Эти приоритеты были выбраны в связи с тем, чтобы в первую очередь главная наша задача была – это уменьшить миграцию нашего населения. То есть, чтобы малый бизнес мог иметь возможность оставаться на местах, реализовывать свои идеи и достигать своих целей. В миг Буджак-Келим входят села Гагаузи и Тараклейского района – Балабаны, Кортин, Казаклия, Челык и Светлый. В рамках программы «Лидер» каждая из восьми групп получила финансирование в размере 30 тысяч долларов. Сумма небольшая, говорит международный эксперт по сельскому развитию, но это старт для местных сообществ. Дальше они смогут запрашивать финансирование у ряда фондов ЕС по развитию сельской местности и региональному развитию. Гагаузи и Тараклейского района В состав восьми местных инициативных групп вошли 14 населенных пунктов Тараклейского района. По словам Кирилла Татарлы, практически каждый из них смог разработать и реализовать у себя проект. Наши многие населенные пункты выиграли от 3,5 до 4,5 тысяч долларов мелкие проекты. Это какое-то подспорье, допустим, благоустроить родник, провести какой-то ремонт в парке или организовать, благоустроить парковую зону. Вот поэтому, мне кажется, что мы пошли по правильному пути в этом направлении. И тем более, я думаю, что мы, так же, как и в проектах САРД, окажем помощь соревнованного совета по кавложениям, внесем тоже какую-то контрибуцию. Сама премария может внести контрибуцию и увеличить где-то на процентов 30-40 стоимость проекта. Но самая главная цель создания и работы МИГов – это объединение местных сообществ ради развития, о чем говорила международный эксперт. И эта цель была достигнута. Башкан Гагаузи считает, что при достижении главной цели было получено немало других ощутимых результатов. Программа объединила и Гагаузи, и объединила Тараклийский район. У нас нет границ абсолютно, у нас есть общие вопросы, есть общие проблемы, и мы все вместе знаем, как это решать. Я очень рада, что есть огромная инициатива, и я очень рада тому, что власти, бизнес, гражданский сектор объединяются для того, чтобы в каждом населенном пункте было реализовано хотя бы один, два или три проекта. Мы сегодня видим, что все силы наши направлены на то, чтобы наши населенные пункты были красивыми. Мы все видим, что все жители наших населенных пунктов заинтересованы в том, чтобы развивался бизнес, развивался туризм, чтобы мы достойно принимали наших гостей, чтобы наши населенные пункты были первыми, с них брали пример. У нас все это получается, и это очень серьезный шаг вперед. За этим столом сидели люди разных взглядов, но у всех была одна общая идея – сделать свою страну, свой регион, свой район красный. Подход ЕС-лидер был внедрен при помощи Европейского Союза в рамках программы поддержки и развития сельского хозяйства и местности в Гагаузе и Тараклийском районе, САРТ, и реализован программой развития Организации Объединенных Наций.